МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве состоялся 15-й съезд партии «Единая Россия». За два дня делегаты провели ротацию руководящих органов, внесли поправки в устав, создали программную комиссию и обсудили процедуру проведения праймерис перед выборами в Госдуму. 15-й съезд партии «Единая Россия» дал старт предварительному голосованию. В мае жителям Чуваши предстоит определить, кто именно будет представлять партию на выборы в Госдуму страны и Госсовет Чуваши. Кандидатом депутата станет лишь тот, кто заручится поддержкой большинства населения. Это одно из самых главных условий предстоящих выборов. И более того, мы все прекрасно знаем, что не обязательно быть членом партии для того, чтобы представлять списки. По сути дела, любой желающий, любой гражданин на сегодняшний день может подать заявку для участия в праймерис. И мы должны выбрать наиболее достойных кандидатов, которые будут представлять Российскую политическую партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах. Председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал коллег ориентироваться на потребности и пожелания жителей страны и при составлении предвыборной программы. В этот документ также войдут меры по социальной поддержке населения и развитию экономики. Какие именно, единороссы обсуждали на дискуссионных площадках. Депутат от Чуваши Алена Аршинова поделилась опытом реализации партийного проекта «Детские сады детям». За два года в стране было создано более миллиона новых мест для малышей. Следующим шагом станет строительство новых школ. Мы уже сегодня задекларировали программу строительства школ. Очень важно, чтобы мы действительно нашли средства на строительство школ, потому что на 10 лет мы все-таки установили достаточно амбициозные цели потратить около 3 триллионов рублей консолидированного бюджета и федерального, и региональных. Поэтому уже 50 миллиардов на 2016 год мы заложили. И сейчас мы утверждаем с Министерством образования правила распределения этих средств. Подготовить партийную программу единороссы должны к июню, когда запланирован второй этап съезда. Новые школы и отказ от второй смены. В Чувашии сегодня обсуждали третий этап федеральной программы модернизации образования. На еженедельном совещании у главы республики Михаила Гнатьева говорили о том, как создать для школьников современные условия для обучения. Подробности в нашем репортаже. В Чувашии успешно реализованы первые два этапа программы модернизации образования с 2011 по 2015 годы. В эту отрасль вложены 1 миллиард 800 миллионов рублей. На первом этапе нам удалось, прежде всего, приобрести для реализации ФГОС полностью, 100% для начальной земли на новое оборудование. Поменяли автобусы, которые не соответствовали и не обеспечивали безопасность. Пополнили школьные библиотеки. 100% обеспечены сегодня школьники бесплатными учебниками. Они повысили квалификацию педагогов, что, естественно, отразилось на качестве обучения наших школьников. Соответственно, регион занимает сегодня доставленные места. Ну и, конечно, капитальный ремонт и повышение зарплаты, что тоже изменило мотивацию к труду учителя. Модернизация региональной системы дошкольного образования нам позволила построить, вернее, ввести 21 530 мест в 45 новых детских садов. На третьем этапе предполагается привлечь более 3,5 миллиардов рублей. На эти средства будут строиться новые школы, ремонтироваться спортзалы. Сейчас в Чувашии работают 469 общеобразовательных организаций. В них учатся 125 тысяч детей. Из них более пяти занимаются во вторую смену. От этого надо отходить, считают в Минобрии, и постепенно переводить детей в первую смену. Еще одна задача программы – ликвидировать аварийные и ветхие здания. За 9 лет планируется построить и реконструировать 32 школы на 15,5 тысяч мест, отремонтировать два здания и провести ремонт 64 зданий. Первая школа на 1100 мест должна быть построена уже в этом году в Чебоксарах, в микрорайоне по улице Гладково. Также будет сдано учебное заведение в Комсомольском районе. Я озадачивал, что вы управляете бюджетом города, находите, нет? Сейчас конкурс объявлен, активно ищем подрядчиков. Со многими уже обговорено на стадии решения вопросов. Я прошу вот здесь четко работать. Есть у нас инвестпроекты, есть ряд других вопросов. Где-то, может быть, не соблюдая все нормы действующих законодательств, не допуская коррупционные проявления, публично обсуждая, может какие-то выстроить отношения. По-другому мы можем не привлечь федеральные средства, федеральные инвестиции. Самое главное, школа нужна нашим детишкам. Минобразование Чувашия направило в федеральный центр информацию о запланированном строительстве шести объектов. Глава Чувашия обратил внимание, что важной задачей станет оборудование в сельских школах, теплых туалетах. Деньги надо найти и выделить. Вы подходите с точки зрения, никогда не говорите по этому вопросу, денег нет. Вы представьте, что ваша внучка идет в школу, где туалет стоит на улице, а на улице 30 градусов мороза. Так, между нами говоря, да? Вот тогда мы найдем деньги. Вот так надо подходить. Если наши дети ходят в хорошие школы, где все удобства есть, и столовая, и спортзалы, здесь вот мы должны подходить по-другому, сравнить с своим ребенком. Министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин сообщил, что завтра в Чувашии пройдет выездное заседание Комитета Госдумы России по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев. Республика. Сегодня глава Чувашии побывал на заводе «Лара». Он обсудил с работниками предприятия перспективы развития и ответил на многочисленные вопросы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. С работниками «Лары» глава республики встречается регулярно. В последний раз Михаил Игнатьев приезжал сюда в августе. Нынешняя встреча проходит накануне дня рождения предприятия. Оно было создано 46 лет назад. Свои позиции на рынке завод сохранил. По-прежнему здесь ориентируются на военную промышленность. На «Ларе» выпускают системы для истребителей МИГ и СУ, а также для самолетов Б-200. Главная задача этого года – нарастить объемы продаж. «Активно перевооружается наша российская армия. Все смотрим телевизор, видим успехи нашей авиации, на которой наши системы стоят на всех самолетах марок МИГ, СУКОЙ. Это одно из основных направлений. Здесь в последние годы наблюдается стабильный рост заказов». Михаил Игнатьев отметил, что к экономическим трудностям завод оказался готов. Импортозамещающую продукцию здесь выпускают уже давно. «Урдин зарабатывал более чем полтора раза больше, чем в средней по республике. Мы рады за эти показатели, потому что есть перспективы у данного завода. И то, что сегодня в реальном секторе экономики Российской Федерации взят тренд на импортозамещение, вы, по сути дела, готовы поставлять, продавать свою качественную продукцию, конкурентоспособную». На встрече задавали личные вопросы. Работники завода интересовались, когда в городе начнут строить новые школы, продолжат ли в столице реконструировать дороги, насколько скоро преобразится Чебоксарский залив. Эти проекты начнут реализовывать в ближайшее время, сообщил глава города Леонид Черкесов. «Красная площадь, если посмотреть, Газпром вложил 500 миллионов на газификацию. Вот по Красной площади, первый этап, Николай Сергеевич уже сказал, что коммуникации будут проведены. Это под Красной площадью газопровод высокого давления, который будет снабжать газом центральную часть города, уже проведено. Эти работы под заливом проведены. Вы видите, уже строится Московский мост». Сохранятся ли в республике социальные гарантии? Безусловно, заметил Михаил Игнатьев. Средства на эти цели в бюджете уже заложены. «Все обязательства, которые мы взяли на себя, мы будем сполна выполнять и перед ветеранами, и перед нашими детишками в сфере образования, здравоохранения, в сфере культуры и спорта. Мы дополнительно будем привлекать федеральные инвестиции с федерального бюджета с одной единственной целью, чтобы сбалансировать наш бюджет, работники с большим стажем получили сегодня почетные грамоты, а молодежь – свидетельство о присуждении стипендии главы республики. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Глава региона Михаил Игнатьев в режиме онлайн провел совещание с главами муниципалитетов Чувашии. На повестке четыре вопроса – сбор и вывоз ТБО, легализация серых зарплат, конференция по развитию моногородов и реализация указа о сдаче ГТО в районах республики. С запуском полигона по сортировке и складированию ТБО в Новочебоксарске количество стихийных свалок в сельских поселениях не уменьшается. Проще выбросить мусор недалеко от дома, чем везти его в определенные места, считают особо нерадивые хозяева. Органам местного самоуправления необходимо взять на особый контроль несанкционированные свалки и ликвидировать их до снеготаяния. На сегодняшний день в республике имеется 10 полигонов и санкционированных свалок, на которых разрешено размещать отходы. С 1 января 2017 года вступает в силу требований в статье 12 федерального закона об отходах. Отходы, прежде чем размещать на полигонах, свалках, включенных в густар средств, должны в обязательном порядке пройти сортировку. Но, к сожалению, у нас пока только одна. На одном объекте имеется такое оборудование, это город Новочебоксарск. Сегодня на данном полигоне могут размещаться отходы не только города Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарского и Мурпосадского района, но и других районов республики. По мнению администрации муниципалитетов, количество сортировочных полигонов следует увеличить, чтобы не вести мусор далеко. Уважаемые главы администрации, я обращаю ваше внимание, у вас есть предложения, просьбы о выделении соответствующих средств для устройства новых межмуниципальных полигонов. В этом большого смысла нет. На самом деле, когда вы, соответственно, нам докажете, приведете аргументацию, что за счет своих полигонов вам это дешевле будет, и вы денежки найдете, то это один вопрос. Если финансовых средств нет, я говорю еще раз, что в пределах на сегодняшний день 200 километров можно возить. На совещание подняли тему так называемых серых зарплат. В период экономического спада количества нелегальных оплат труда возросло. Три проблемы, которые возникают у граждан на сегодняшний день, если не будут легализованы их трудовые отношения, это отсутствие стажа, будет отодвигать выход на пенсию на 5 лет, то есть женщина будет выходить в 60 лет на пенсию, мужчина будет в 65 лет. Вторая проблема, значит, это люди не могут получить кредиты, ну, допустим, на улучшение жилищных условий, то есть тоже необходимо отметить. Третья проблема, это не будет, недополучают средства в местные бюджеты, в республиканские бюджеты. Глава Чуваши Михаил Игнатьев рекомендовал службе занятости и координирующим организациям наладить взаимодействие как на уровне городов, так и районам и республиканском. Недавно главы моногородов Канашала от Рейново-Чебоксарска побывали в московской школе управления Сколково и уже готовы применять полученные знания на практике. Пришло время менять и внешний вид города, и саму концепцию его существования, то есть перезагружать и начинать, конечно, с себя, с мэра и искать точки роста в этом деле. Для этого мы уже сейчас начали проводить мероприятия, мероприятия, это и наш инвестиционный комплексный план. Но Чебоксарс сегодня с двух сторон начал воплощение этих идей, то есть они продолжаются. Это инвестиционные площадки, которые существуют сегодня, и те проекты, которые мы сегодня начнем в городе. С одной стороны создаются в обязательном порядке в моногороде рабочие места, а во втором случае, в обязательном порядке, делается так, чтобы молодежь оттуда не уезжала. Поэтому мы в этом управлении начали работать. Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал указание мэрам моногородов в сжатые сроки подготовить проекту по развитию и расширению производств и проявлять инициативу. Что касается сдачи ГТО, то уже свыше 20 тысяч человек проверили свою готовность к труду и обороне. Хорошие показатели в целом у старшеклассников, но есть вопросы по дополнительным нормативам. Не просто даются плавание и бег на лыжах. Минспорта Чувашии следует взять эти дисциплины под особый контроль. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере. Впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, ведя на в эксплуатацию первая в мире атомная станция. За два с лишним века российская наука дала миру много великих имен и открытий. И сегодня все научное сообщество нашей страны отмечает День российской науки. Дата праздника была выбрана не случайно. 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году стала Российская Академия наук. За все это время немало российских и советских ученых внесли вклад в мировую науку. Многие из них были отмечены Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных в 1904 году стал академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. В 21 веке Нобелевскую премию получил Константин Новоселов за новаторские эксперименты по исследованию двухмерного материала графена. В настоящее время в структуру Российской Академии наук входят 9 отделений по областям и направлениям науки и 3 региональных отделения, а также 15 региональных научных центров. В Чувашии создано 85 научных школ, действуют 37 лабораторий, в которых ведутся исследования по более 200 направлениям технических, естественных и гуманитарных наук. Для реализации своих научных проектов ученые республики получают финансовую помощь различных фондов. Так, в рамках совместных региональных конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований Российского гуманитарного научного фонда и Кабинета министров Чувашской республики в 2015 году поддержано 40 научных проектов на общую сумму более 7 миллионов рублей. Взаимодействие вузовской науки и региональной экономики обсудили сегодня в Чувашском госуниверситете. В День российской науки за круглым столом собрались преподаватели, студенты и ученые. Успешное производство всегда базируется на хорошей теоретической базе. Спрос на научно-исследовательские работы порой опережает предложения, поэтому так важно наладить сотрудничество вузов и предприятий. Система дает сигнал контролеру, которое видит, как система проходит или нет. А брак в чем там? Брак не подходит по диаметру. Маленькое колючок. И отверстия также маленькие. Особой поддержки со стороны научного сообщества требует электротехнический кластер. Эта сфера экономики развивается так быстро, что инновации надо внедрять постоянно. Для этого в республике была создана Академия электротехнических наук Чувашии. Ее чуть не закрыли в конце прошлого года, но здравый смысл возобладал, и она продолжает работать. Основная задача Академии – руководствоваться энергетической стратегией России, направленной на инновационный путь развития отрасли. Одной из определяющих задач развития энергетической системы является создание высококонтегрированных, интеллектуальных, системообразующих и распределительных производительских сетей на уровне. На территории индустриального парка молодые ученые сосредоточили свое внимание на конструировании трубопроводной арматуры, которая по всем параметрам предположительно не будет уступать лучшим зарубежным образцам. Вот сейчас в связи с удержанием грузовой стоимости, вот со всеми экономическими реакциями, которая сторона стоит, появляется очень хорошая возможность заместить вот этот пласт наукоемкой продукции, которую мы сами будем выпускать. Для этого есть как бы все посылки. Подводя итоги круглого стола, глава Чувашия отметил, что финансирование особо важных научных разработок будет обязательно поддержано на правительственном уровне. Ведь инвестиции в умы в конечном счете помогут создать конкурентоспособный товар. Мы должны все стыковать с реальным сектором экономики. Мы должны, занимаясь мониторингом, получить от работодателей, от наших бизнесменов, что их интересует. За особую творческую истремленность лучшим представителям молодежи и студентов Михаил Игнатьев вручил свидетельство о назначении специальной стипендии. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. Грипп не хочет сдавать позиции. Сразу три общеобразовательные школы Чебоксар закрылись на карантин. Ученики еще 15 классов столичных школ отправились на вынужденные каникулы. Эпидемиологическая остановка Республики оставляет желать лучшего. За неделю количество заболевших острыми респираторными заболеваниями резко увеличилось. На еженедельной планерке у главы Республики затронули и вопросы профилактики. Эпидемический порог уровня заболеваемости Республики за последнюю неделю вырос на неполных 18%. Статистика гласит, что дети с 7 до 14 лет чаще других подхватывают вирусные инфекции. Детсадовцев же простуда обошла стороной. Во многом благодаря своевременной вакцинации и профилактике. В Приорском федеральном округе у нас высокий уровень заболеваемости и на пятой неделе у нас Чебоксары вошли в 11 городов, в которых было превышение эпидемиологического порога. Наибольшие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрированы в городах Новочебоксары, Янтиковский район. С учетом роста заболеваемости населения в Республике приняты дополнительные меры по борьбе с гриппом. В СМП и детской городской больницы номер 3 развернули дополнительные койки для экстренной госпитализации. Особое внимание уделили заболевшим беременным женщинам, организовав для них патронаж на дому. Если раньше мы говорили только об образовательных учреждениях, где дети у нас обучаются, но сегодня уже говорим о взрослых, поэтому работодателям тоже нужно обратить внимание на создание условий для работающих, особенно кто работает на открытом воздухе, чтобы были условия и для обогрева, и для просушивания одежды, и для приема пищи. Ну и остальные там мероприятия, как проветривание, дезинфекционный режим и утренний фильтр нужно проводить в каждом коллективе. И самая важная рекомендация. Острые вирусные инфекции требуют срочного обращения к врачу и соблюдения постельного режима. Переносить заболевания на ногах крайне рискованно. Гораздо легче побороть грипп на начальной стадии, чем потом лечить его последствия. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Минувшее воскресенье многие россияне провели на коньках, лыжах и санках. В годовщину старта Олимпийских игр в Сочи в стране отметили день зимних видов спорта. О том, как это было в Чубаксарах, Ольга Пырочкина. Мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед. Со времен Пушкина зимние забавы россиян не изменились. Зато изменились условия. Вместо речек и прудов – крытые катки. В 11 утра в Ледовом дворце Чубаксаро-арена торжественно открыли Всероссийский день зимних видов спорта. Перед зрителями выступили конькобежцы, хоккеисты, фигуристы. Я хочу стать тренером фигурного катания, но перед этим надо, конечно, еще на Олимпийских играх участвовать. Надежда Пашкова в Олимпийских играх уже участвовала. Это был 1996 год Атланта. Теперь чемпионка СССР по велоспорту осваивает коньки. На коньки я стала только после окончания, когда закончила заниматься велоспортом. Но сейчас я тренирую детей и вот стала с ними вместе на коньки. Боязно был, но сейчас уже привыкаю. На лед вышли и те, кто во время Сочинской Олимпиады находился в судейской нише, был волонтером, факелоносцем. Прошло два года, но впечатление, атмосфера, все в памяти, все настолько свежо. И мы надеемся, что судейский корпус Шуваши примет участие в судействии и летних Олимпийских игр. Чебоксары-арена – это только одна из площадок спортивного праздника. На коньках также катались на стадионе Олимпийский, на лыжах в горнолыжном центре «Вертикаль» и на базе Республиканского центра зимних видов спорта. На нашем телеканале стартует проект «Большое сердце». Он о милосердии, вере, надежде и любви. Программа о всеобъемлющей любви, преодолевающей все жизненные препятствия на пути к мечте. Мечте, которой суждено сбыться. Это программа о людях, чьи пылающие сердца не только согревают окружающий мир, но и меняют его в лучшую сторону. Вас ждут поразительные истории обычных людей с большими сердцами, которые стали приемными родителями. Смотрите премьеру сегодня в 20.30. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов национального телевидения «Чуваши». Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова